Несколько садоводческих обществ страдают от постоянных отключений электроэнергии. Впереди зима, и люди не на шутку переживают, что будут мерзнуть. Кого винят жители и наступят ли светлые времена, в ситуации разбиралась Анна Княжева. Ужин при свете фонарика. Для волонтеров фонда потеряшки Татьяны Воробьевой никакой романтики. Ей нужно лечить и кормить собак, которых она приютила у себя на даче. Но делать это приходится в кромешной темноте. Свет в ДНТ «Весна» отключают регулярно. Семь собак на данный момент сталкиваются с тем, что невозможно, во-первых, не покормить их. Во-вторых, часто дома лежат в холодильнике вакцина, которую нужно ставить по приюткам собакам. А она по определенным температурам хранится в холодильнике. И получается, когда нет света, то есть вакцина уже становится негодно ее только выбрасывать. ДНТ «Весна» находится в черте города. Люди здесь живут постоянно. Кого-то спасает генератор. Но в условиях регулярных отключений он становится роскошью. Бака у нас хватает где-то, ну, меньше, чем на сутки. Вот. Ну, работает по восемь, по шесть часов. Вот. И все. Потом едем на заправку. В прошлый год и на заправку не могли доехать, потому что пурга была замело дороги. С начала года ДНТ «Весна» и другие, расположенные неподалеку, отключали 14 раз. По словам жителей, иногда на пару часов, а иногда на несколько дней. В таких условиях даже техника не выдерживает. Приехала с работы и сгорели. Звонила в нашу обслуживающую компанию и сказали, что это дело не в них. Из-за скачка напряжения после отключения сгорели. Душевая сейчас тысяч в пятьдесят стоит и водонагреватель тысяч двадцать. А как часто вот эти скачки происходят? Постоянно. В проблеме люди винят энергетиков. Это вопросы тюминэнергии. Никому не нравится каждый день по шесть, по семь часов отключение электроэнергии. Понимаете, сейчас ведь зима. У нас есть маленькие дети, даже грудные школьники. Им надо уроки учить. Отключения были связаны с установкой автоматических секционирующих пунктов, которые в дальнейшем нам позволят за буквально одну-две секунды отключать аварийные отключения, производить автоматические приключения в линиях 10 киловольт. В случае каких-либо аварийных ситуаций эти секционирующие пункты будут отключать только поврежденный участок. Теперь, когда работы закончены, энергетики обещают, для местных жителей наступят светлые времена. Анна Княжева, Максим Плюхин, Тюменское время.